Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net И мы решаем упражнение 18 под цифрой 3. Здесь нам нужно доказать, что в сообщающихся сосудах высота столба жидкости в одном и другом колене сосудов обратно пропорциональна плотности этих жидкостей, как на этом рисунке. Вода и керосин две разные жидкости налиты. Для того, чтобы это доказать, мы посчитаем по формуле p равно рожа h, давление керосина и давление воды. Давайте начнем с керосина. Буква k. Давление керосина. Оно вычисляется по формуле ρ керосина, g и h, высота столба керосина. Для воды формула та же самая работает, давление воды, плотность воды и высота столба воды. В сообщающихся сосудах давление в левом и правом колене должно быть одно и то же. Если это будет не так, то вода или жидкость будет просто перетекать из одного колена в другое. А если уже не перетекает, уже установилось, значит давление равны. То есть давление керосина равно давлению воды. Но если мы приравняли левые части, то тогда правые части мы тоже должны приравнять. Приравниваем плотность керосина, g, высота столба керосина, равно плотность воды, g, высота столба воды. g сокращается. Остается плотность керосина, высота столба керосина. Плотность воды, высота столба воды. Так, ну и чтобы узнать, как соотносится между собой плотность и высота столбов, мы просто сейчас разделим обе части равенства на высоту столба воды и на плотность керосина. Получится так. Высота столба керосина разделить на высоту столба воды, плотность воды, плотность керосина. Ну вот мы увидели, что высоты столбов обратно пропорциональны плотностям жидкости. Доказали. Если вы хотите больше решений, то подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на ютубе и следите за новостями сайта в социальных сетях.